Продолжение следует... Продолжение следует... Чуть поодаль находится еще один старт... Вот она драмадина... Правда нет... А внизу речка Емца... Высота старта метров 50... Ну посмотрим теперь и внутренности старта... Сюда ставится ракета... Именно с этого старта ушла 18 февраля... То есть... Шесть дней назад ракета... За ее пуском наблюдал президент... Ну не только... Не могу удержаться, чтобы еще раз не снять... Кто его знает, попадем еще раз сюда или нет... Когда-нибудь... Нет, вот как раз с нее ракета до президента и ушла... С этого старта, да... Это кажется памятник погибшим ракетчикам... Наш народ идет в монтажный испытательный корпус... Здесь собирают ракеты... Тоже немалая махина... А это ну длинно... Вот она громадина... Вот... Дверь открывается в ворота... Вагоны по тому заезжают... Подгружают... Отгружают... Кран... Ведет и собирает... А сколько метров пакета? С 40 метров пакета... С 40 метров пакета... Так... Подойдите и послушайте... Тут в принципе... Бывает и не подойдет... Да... Было такое, что... Правый старт пускает... А левый уже готовит... Следующий... Но это было... Нет... Было... Было... Сейчас поменьше... Ну вот на выходе там плакат... Сел... Там примерно... Где бы тратил отличаться... Там и блок отдельно... Вот... Какие-то длины... А в Миге... В том центральном... Была ракета... С 40 метров... Да... Вот... Это ракета... А... А... Она пойдет... А... Это будет где-то... Июнь... Да... Наверное... Ну... Здесь Языков идет... Да... И главная часть... Собирается... Ну... Там уже... Непосредственно... Ну... Вот там... Не... Ну... Раньше здесь... Ну... Вот так... На рельсах их завозят сюда... По каждой части своя рельсина... И тут собирают... Неслабая воротина... Мужики... Неугомонные... Даром, что ветераны... Труженик северного неба... Ми-4... Ветераны вышли сфотографироваться... Учебные корпуса... Военный городок... Учебные корпуса... Даже на третьем и четвертом этажах... Решетки... Естественно... Ливый, ливый, раз, два, три. Ливый, ливый. Три, ливый. Ливый, ливый. Черт! Война! Война! Сделаем, марш! Ливый, ливый. Знамя части. Знамя части. 183-й учебный центр РВСН. Новый, ливый. Война! Ой, ливый. На земле, ой. Война! Война! ГОВОРИТ НАПРАННЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ВОЛНОГО ДВЕРИТЕ ВОЛНОГО ДВЕРИТЕ ВОЛНОГО ДВЕРИТЕ ДВЕРИТЕ Р-12 Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Поздравляю вас с днём защитника Отечества! Ура! В этот знаменательный день для каждого военного человека, для каждого мужчины нашей Родины является священным днём. Потому что практически всё мужское население нашего государства проходило, проходит или будет проходить военную службу. Ура! 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 Десять шагов! Управление прямо! Остальные направо! Шагом! Марш! Ура! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 43 теплощадка. Прообраз пилотированных ракет комплекса «Ангара». Карта расположения составных частей комплекса «Космодрома». А это снимка из космоса, включая мирные приседства. Пилотированных ракет комплекса «Космодрома». Космос «Космодром» Легкого класса было тоже. Мы там с вами посмотрим фотографии. А в результате этой трагедии погибло 9 человек. Вторая трагедия случилась 18 марта 1980 года. Защитный костюм заправщика. Роспись мужиков-изводника. Первый микрофон космодрома. В прошлом посоле Калифории, состоявший из нескольких домов и славившийся своим Калифорным заводом. На небольших деревеньках местных 10 домов расположены в юго-западной части Архангельской области, всего 200 км от областного центра, на территории Крисетского района. Именно благодаря соседству с этим районным центром космодром получил свое название. А начиналась история космодрома Крисетов. 11 января 1957 года. Каждый мужик был выбраны не случайно. Для поражения потенциальных целей необходимо было расположить стартовый площадь Кироков как можно ближе к северным границам страны. Где был мужик побольше земельных властей полковника Григорьева Михаила Григорьевича. 15 июля 1957 года был подписан приказ о вступлении его в должность командира соединения, новых жителей, выпускников военных службов страны или их земли. Однако большинство России известны не сам город, а космодром Крисетов. Обычно примет рассчитывать страницы космической летописи полигона с момента первого запуска космического аппарата. 17 марта 1966 года в 13 часов 28 минут по восковскому времени родился новый советский космодром. В спусковой установке, совсем недавно еще имевшей боевое назначение, ракеты-носители «Восток», был закущен космический аппарат серии «Крис». Государственный испытательный космодром Министерства обороны. Со временем у военных космических аппаратов появились и их гражданские коллеги. Космодром, успешно выполняя многочисленные космические программы страны и ее зарубежных партнеров, стал широко известным в мире. Крисет – самый северный и самый рабочий космодром России. Этот единственный в Европе космодром осуществляет запуски космических аппаратов в гражданах, народно-хозяйственных и научных. Субтитры создавал DimaTorzok